Бокер Тафф. Модное слово «апдейт», «обновление». К сожалению, зачастую это связано именно с обновлением наших программ в тех или иных гаджетах. Но на самом деле обновление — это очень важная и очень еврейская тема. Говорил в благословенной памяти Рав Кук, что цель тшувы — это не просто в результате самоанализа человек отрекается от прошлых ошибок, но цель ее — создание нового человека, который будет идти по новому пути. Интересно, да, слышите? Создание нового человека. То есть настоящая тшува создает новую версию нас самих. И критерий настоящести, если эта версия рабочая, да, очень похоже на программирование на самом деле. Когда вроде бы обновился, но прошлое тянет назад. Такие баги, так называемые, да, которые нужно тоже сидеть, кодить, исправлять, анализировать, заново запускать. Это наша работа. В Йом-Кипур мы создаем новую версию себя. И Рамбам говорил, что величайшая форма тшувы — это когда человек находит себя в той же ситуации, в которой он однажды ошибся, у него есть возможность ошибиться, но он сдерживается. Вот здесь ключевой вопрос. Это знаменитая фраза. Но здесь ключевой вопрос. А почему у нас появляется сила сдерживания? И вот эта сила, наяврите много разных слов, которые обозначают силу. Это и коах, и ом, и так далее. Но вот эта сила — это и есть результат тора, размышления, действия. В правильном направлении, естественно. И таким образом создается сильный даат. Даат — это та связка между тем, что мы знаем и что мы делаем. То есть наша версия, она будет жизнеспособна, новая версия нас самих, если она основана на торе, на размышлении и на крепкой воле измениться. И это и есть наша главная цель.